МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной скандал в ночном клубе Махачкалы. В одном из развлекательных заведений столицы потасовка закончилась стрельбой. Осторожно, корь! Всего за неделю в Республиканский центр инфекционных болезней поступило с жалобой 27 человек. 50 тысяч дагестанских первоклашек сегодня сели за школьные парты. И для них прозвучал первый звонок. В Каспийской 13-й школе он был не только для новоиспеченных школьников, но и для самого учебного заведения. Участие в торжественной церемонии открытия новой школы на 800 ученических мест принял и глава Дагестана. Все подробности далее в сюжете. С самого утра в Каспийский праздник. День знаний здесь совпал с открытием новой школы. Она станет для сотен ребят вторым домом. Поздравить учеников приехал и глава Дагестана Владимир Васильев. Построена школа буквально с нуля. Ее возведение было начато в прошлом году в рамках госпрограммы. На данный момент учебное заведение оборудовано всей необходимой техникой. В общей сложности здание состоит из семи блоков. Туда входят учебные корпуса, актовый зал, пищеблок, столовая и спортзал. Положительно оценил Владимир Васильев и обеспеченность школы учебниками. А что, какие проблемы? Проблемы мы... Чего не хватает? У нас все решается. Мы получили для первого класса все учебники необходимые. Остальные классы, перешедшие с соседних школ, их школы также обогатились от детей учебниками. И также еще мы ожидаем и художественную литературу. Сегодня за школьные парты в Каспийске сядут более 16 тысяч детей. В эту принято более 800, в том числе около 300 первоклассников. С некоторыми из них лично побеседовал и сам глава региона. Садитесь, красивый. Садитесь. Садитесь. Генерал? Садитесь. 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 На коленях у меня, как хороший пример. Это основа, которая хочет быть генералом. Генерал. И так получилось, что на коленях у меня. На коленях у меня. Патемат Канапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Каспийск. Тем временем День знаний отметили и в других городах и районах республики. Так торжественные линейки прошли в школах Дербента, где за парты в новом учебном году сели 16 тысяч учеников. А впервые школьный порог переступили 2000 первоклассников. С Днем знаний новобранцев кадетского корпуса поздравил и глава города Дербент Хизри Абакаров. Желаю вам крепкой военной дисциплины, крепкой дружбы. И всегда, чтобы вы поддерживали друг друга, поддерживали родителей, вспоминали своих учителей, а также поддерживали Дербент. Отметили праздники и в Унцукульском районе. Вначале, по сложившейся доброй традиции, состоялось честование отличников всех классов, начиная с 1 по 11. Две школы селения Ашильта и Цатаних получили поддержку в рамках проекта «150 школ». А на базе Унцукульской средней школы номер 1 реализован центр «Точка роста». В селе Новокоре Бабайуртовского района также открыли новую школу. Двухэтажное здание рассчитано на 320 ученических мест. В нем 4 учебных корпуса, административный отсек, пищеблок и спортзал. Чтобы разделить радость местными и учащимися, сюда прибыла представительная делегация чиновников правительства республики. Они осмотрели новое здание, побеседовали с педагогами и учениками. Объект был возведен в рамках реализации программы устойчивой развитии сельских территорий. Сегодня в День знаний дети пошли в современную школу, оборудованную самым современным, самым высокопрофессиональным оборудованием. В том числе компьютерным классом, в котором мы здесь сегодня присутствуем. Я хотел бы призвать всех глав сельских поселений, всех глав районов активно включиться в реализацию этой программы. Очередной скандал в ночном клубе «Махачкалы» в одном из развлекательных заведений столицы. Потасовка закончилась стрельбой. Два человека ранены в ходе драки, в котором участвовало пять человек на кадрах с камерой видеонаблюдения. Видно, как один из них достает пистолет и стреляет в другого, после чего наносит удары и сотруднику полиции. Менее чем через сутки подозреваемый был задержан сотрудниками МВД. Из его машины изъят пистолет ТТ с магазином. Принимаются меры к установлению и розыску остальных участников инцидента. В Дагестане участили случаи заболевания корью, сообщает Минздрав. Всего за неделю в Республиканский центр инфекционных болезней поступило с жалобами 27 человек, 5 взрослых и 22 ребенка. Чтобы не допустить дальнейшего распространения, пациентов перевели на самый верхний этаж стационара. Причина, по словам специалистов, в отказе от вакцинации. Специфически лечения корня не существует. Единственная защита от корня – это прививка, которая делается в год, в годовом возрасте, и делается в 6-7 лет. Как и любое другое заболевание, они опасны осложнениями. Корня осложняется такими осложнениями, как менингит, менингенцефалит, может быть, пульсоколевая пневмония, пульсоколевая циклит, выид, может быть. И у нас бывали, и у нас встречались осложнениями, такие, как слепота была у взрослого, у которых уже была проблема со зрением. Особенно опасны – это болезни взрослым, у которых осложнения возникают гораздо чаще. В группе особого риска – это беременные. Отметим, что вирус имеет высокую патогенность. Специальных лекарств для борьбы с болезнью не существует. Именно поэтому инфекционисты Дагестана призывают родителей обязательно прививать своих детей. Вылов кильки на Каспии оказался в 33 раза меньше разрешенной нормы. По данным Росрыболовства, объем добычи составляет всего 3% от возможного показателя. Напомним, в республике планируют построить завод по переработке кильки ориентировочной мощностью около 40 миллионов условных банок продукции. Запасы каспийской кильки, по официальным данным, составляют 500 тысяч тонн. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике Дагест, а затем продолжим. Двое подростков в Унцикульском районе попали в ДТП. Один из них погиб, другой находится в больнице. Инцидент произошел на окраине села Шильта. 18-летний местный житель не справился с управлением автомобиля и упал во враг. В Кизилюртовском районе в лобовом ДТП тоже не обошлось без жертв. Водитель девятки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с авто 14-й модели. От полученных травм один пассажир скончался на месте. Двое пострадавших доставлены в больницу. В Махачкале пожилой мужчина угнал машину стоимостью в 320 тысяч рублей. Полицейские по горячим следам задержали преступника и вернули автомобиль законному владельцу. В столице республики спасли младенца весом в 450 граммов. Девочка появилась раньше срока. Ребенка поместили в специальный бокс отделения реанимации. Под присмотром врачей малыш набрал необходимый вес. И о спорте. Волейболист Тамар Курбанов вошел в число лучших игроков молодежного чемпионата мира, который завершился накануне в Тунисе. Сборная России на этих соревнованиях стала серебряным призером. Национальная команда провела на турнире 8 матчей и лишь в финале со счетом 1-3 уступила итальянской дружине. Для Курбанова это вторая медаль на международном уровне в этом сезоне. В июле уроженец селения Ансалта Ботликского района становился бронзовым медалистом Олимпийского фестиваля в Баку. По итогам турнира в Тунисе дагестанский волейболист вместе с партнерами по команде Ильей Федоровым и Романом Мурашко попал в символическую сборную. В чемпионате России Курбанов второй сезон подряд защищает цвета клуба «Грозный» из одноименного города. А дагестанка Земфира Магомедалиева выиграла золото чемпионата Европы по боксу среди женщин. Турнир завершился накануне в Мадриде, в столице Испании. Воспитанницы спортшколы имени Буза Ибрагимова не было равных в тяжелой весовой категории свыше 81 килограмма. Магомедалиева поочередно с явным превосходством одолела соперницы из Белоруссии, Италии и Украины. Для дагестанской спортсменки это уже вторая победа на континентальном турнире. Кроме того, Земфира владеет титулом чемпионки мира. Ее золотая медаль помогла сборной России стать лучшей в общекомандном зачете. Субтитры создавал DimaTorzok